Здравствуйте, садовые герои. Нас очень часто упрекают в том, что мы не уделяем внимания цветущим многолетникам. Все хвойные деревья до кустартики и очень мало цвета. Я вынуждена признать, что как бы ни были прекрасные рододендроны, сирени, гортензии и хвойные, в летний период без цветов сад очень скучен. Поэтому спешим исправиться и открываем целую рубрику, посвященную многолетним растениям. Эту рубрику я буду вести не одна, а с коллегами, которые выращивают многолетние цветы. Кто, как ни люди, занимающиеся производством и ландшафтным дизайном, смогут лучше рассказать о многолетних и летних цветах. Помогать мне будут Денис Баташев, владелец питомника и ландшафтной компании «Ботаник». С участием Дениса уже есть несколько сюжетов. Елена Васильева, ведущая специалист питомника «Жемчужный ручей». И Анна Чернецовская, основатель компании «Времена года». Сегодня мы поговорим об аконитах или аборцах. Прекрасное растение, украшающее наши цветники. Растение, которое ничем не болеет и не повреждается вредителями. При этом еще цветет. И как цветет? Его насыщенный цвет не оставит никого равнодушным. Готовясь к сюжету, обнаружил очень много роликов, где гомеопаты или народные целители превозносят целительные свойства аконита до небес. Мол, и рак вылечит, и от артриты избавит, и молодость продлит. Это, конечно, верно. Действительно, Борис может быть использован как лекарство. Его активно использовали как в восточной, так и в народной медицине. Им лечили легочные болезни, использовали как болеутоляющие. Даже пробовали лечить им сибирскую язву. Однако, все забывают, а может и не знают, что аконит и давит. По преданию, легендарный хан Тимур умер отравленный аконитом. Соком этого растения пропитали его тюбетейку. В Древнем Риме был период, когда аконит был любимейшим ядом. Его очень часто применяли как весомый аргумент для решения проблем. И в наши дни отравления аконитом встречаются. Особенно в те периоды или в тех регионах, где рецептам и народным целителям доверяют больше, чем врачам. Токсичность растения вызвана содержанием в нем алкалоидов. В первую очередь, аконитина, воздействующих на центральную нервную систему и вызывающих судороги и паралич дыхательного центра. Я напомню, что грань между лекарством и ядом очень тонка. Не стоит заниматься самолечением. Особенно используя рецепты, найденные в интернете. И не стоит тянуть в рот все, что не приколочено. Однако и бояться этого растения не стоит. На токсичность растения оказывает влияние климатическая зона. Чем южнее вы находитесь, тем аконит более ядовит. И наоборот, в северных регионах он намного менее токсичен. Где-то мне попадалась информация, что в Норвегии его иногда используют для кормления скота. Но я не видела и не проверяла. Поэтому утверждать не буду. И еще один момент. Плодородность грунта также влияет на токсичность. Чем почва более богата, тем борец менее ядовит. Но давайте пока оставим в стороне ядовитые качества и поговорим об использовании аконитов в ландшафтном дизайне, а также видах и предпочтениях этого удивительного растения. Традиционно аконит ассоциируется у нас с бабушкиным цветником. Кто детство проводил в деревне или на даче, хорошо помнит его под другим названием. Башмачки или шлемник. На самом деле стиль старой советской дачи и бабушкиного цветника снова входит в моду. И до мой взгляд, это не самая простая задача для ландшафтного дизайнера или современного садовода. Ведь хотелось бы избежать лебедей и крашенных клумб из автомобильных шин. Но при этом создать атмосферу старой советской дачи. Но аконит – это не только привет из прошлого. Он прекрасно смотрится и в современных цветниках. Только для того, чтобы аконит заиграл, не стоит высаживать одно растение. А высадите группу изборцев. А еще лучше, когда у вас в цветнике представлены различные сорта и виды. Тогда можно значительно увеличить период цветения. Самым распространенным видом является аконит каблучковый. Он зацветает с конца июня и цветет больше месяцев. Он имеет достаточно обширный ареал. Его можно встретить на территории северной, западной и южной Европы. Такой ареал неизбежно привел к тому, что вид в зависимости от климатических условий произрастания сильно видоизменился. И на сегодняшний день аконит каблучковый имеет 9 подвидов. Так в Карпатах вы встретите аконит твердый и низкий, в Альпах плотный. Но все это аконит каблучковый. Растение, достигающее иногда полутора метров в высоту, с яркими синими цветами, собранными в метельчатые прямостоящие соцветия. Нельзя сказать, что он требовательный к почвам. Но к влажности почвы требовательный. Ему нужен влажный воздухопроницаемый грунт. Отчасти из-за этого в регионах с жарким сухим летом его рекомендуют высаживать в полутень. А для северных регионов с очень влажным сырым климатом наоборот, на солнечное открытое место. А аконит каблучковый не может похвастаться большим количеством сортов. Хотя они, конечно, есть. Но, если честно, этого и не надо. Это как раз тот случай, когда видовое растение настолько прекрасно, что никакой его сорт с ним не сравнится. Судите сами. Еще один интересный вид – это борец пестрый. Он зацветает гораздо позднее, цветет 20 дней, и цветение начинается с середины июля. Следующий вид родом с Дальнего Востока – это аконит фишера. И хотя соцветия рыхлые, цветет он с июля по октябрь. И размерами не уступает ни каблучковому, ни пестрому. Некоторые экземпляры превышают отметку полутора метров. А вот борец высокий можно встретить как в Восточной Сибири, так и в горах Средней Азии. Его высота около двух метров. Соцветия крупные – до 50 сантиметров. Но цветки не очень яркие. Серовато-фиолетовые. Цветет с июня по июль. По агротехнике аконит высокий, или еще одно его название – северный, ничем не отличается от других видов. Однако, в отличие от других собратьев, очень плохо переносит пересадку, так как у него стержневая корневая система. Эта информация будет полезна тем садоводам, которые до бесконечности любят пересаживать свои растения с места на место. Это всего лишь небольшая часть представителей обширного рода аконит. Напомню, в нем сейчас насчитывается около 300 видов. И достаточно большая их часть встречается на Дальнем Востоке. К примеру, Борец Щукина, Киринский, Дуговидный, Белофиолетовый и некоторые другие. Вообще, рассказывать об аконитах можно много и долго. С ними связано много мифов, легенд, исторических курьезов и даже детективных историй. Возможно, мы продолжим рубрику «Ботанических историй» и расскажем вам самые интересные и невероятные. А пока я хотела бы рассказать вам еще о нескольких видах. Почему-то мне кажется, что у вас сложилось впечатление, что все акониты – крупные, мощные, многолетники, с синими, голубыми или фиолетовыми цветами. И только сортовые могут иметь другие оттенки. А вот и не так. К примеру, есть несколько видов с желтыми цветами или акониты, у которых жизненная форма – лиана. Начнем с лиана. К примеру, аконит бело-фиолетовый. Стебли этого растения достигают более 3 метров в высоту. Это полулиана. С тонкими побегами, поэтому ему нужна опора. Или его можно пустить по земле, но вид будет неаккуратный. Или аконит вьющийся, введенный в культуру еще в 18 веке. Длина побегов около 4 метров. Цвести начинает в августе. И цветение продолжается около 2 месяцев. Интересно, что у этой лианы крупные цветки и собраны они также в крупные соцветия, достигающие иногда метра. На юге Западной Сибири встречается аконит волчий. Он интересен не только названием, но и желтыми или белыми цветками. Считается, что этот вид в культуре аж с 16 века. Цветение продолжительное – около 2 месяцев и начинается с июля. Также к аконитам с желтой гаммой цветов можно отнести аконит дубравный, шерстиста усый и бородатый. Как видите, аконитов много. И все они по-своему неповторимы и уникальны. Главное помнить, что акониты плохо переносят жару. Терпеть не могут застой воды. Но остро нуждаются во влажной почве и в воздухопроницаемом грунте. Последнее говорит нам, что акониты – крайне отзывчивое на рыхление. На этом все. До скорых встреч. Подписывайтесь на канал. Не забывайте оставлять комментарии. Увидимся.